так друзья мне сейчас будет пятая часть пятая серия видео про аллергию про астму зрение и так далее разбор психосоматики я четыре части все выложила на youtube и в telegram видеоканале здесь нету никакой части не первой ни второй ни третьей четвертой вот я эти видео записывала без зрителей и выкладывала на youtube а потом уже дублировала в telegram сейчас решила пятую часть сделать со зрителями чтобы во время того как я буду читать может быть смотреть какую-то обратную связь вдруг то что я буду читать непонятно да и сразу корректировать видео вот эти вот моменты в данный момент я буду разбирать астму психосоматика астмы не знаю кому это интересно вообще будет нет ну на youtube и по-любому свои зрители есть я до этого разбирала аллергию на сорные травы на животных ну вообще любую аллергию и там целый букет так это 14 страница в общем у меня был разбор по здоровью аллергия бытовая на животных березу сорные травы астма контролируемая чихание покраснение глаз слезоточения аллергия на руках сгибы на локтях ногах так что у нас тут еще на животных близорукость астигматизм так дефицит уровня тестостерона и железа и все это я вот рассматриваю в многосерийном фильме или продакшн представляет сейчас вот 4 серия я добралась до астмы уже аллергию всю рассмотрела но тут дело в том что я делала когда разбор по здоровью человеку он сел на 33 страницах я ему все его болезни собрала получается как одной вытекает из другого то есть все в кучу собрала и описывала не отдельно как наши врачи любят лечить отдельно голову отдельно руки отдельно почки отдельно зрение вот здесь все одно переплетается с другим и получается очень прикольно так вернусь я 14 страница астма можно меня вообще не смотреть кого вас но не интересует выходите это я чисто так для себя решила здесь оставить это видео так надеюсь телефон совсем не сядет и когда я астму здесь рассматриваю еще будет затронута аллергия скорее всего и плавно перетечет зрение только страницу вот астма психосоматические причины астмы человек так я не знаю как мне в виде рассказа это делать или читать как я написала человеку чтобы он читал тогда в третьем лице по психосоматике интересно разве зрение можно восстановить кстати давайте я вам еще вот такой момент расскажу перед тем как перейти к чтению наверное это будет зрителям очень очень полезно вообще всем на все времена не важно решаем мы проблемы со здоровьем с деньгами с отношениями с внешним миром это все не важно совершенно не важно будет оно решено или нет наша задача не решить внешние проблемы а решить внутренние проблемы те задачи с которыми мы пришли на эту землю в этом воплощении в этой жизни и внешние обстоятельства нам просто показывают картинку ответы вот просто художественный фильм который ты смотришь и осознаешь наша задача через внешние обстоятельства проблемы со здоровьем бытом людьми любые вообще совершенно неважно каждая песчинка нам просто показывает нам те задачи которые нам нужно решить и мы решаем не внешние проблемы внутренние поэтому если у вас плохое зрение вам нужно разобраться что по психосоматике значит плохое зрение что вы пытаетесь себе этим показать и поменять свою жизнь поменять свои привычки поменять свое мышление поменять свое видение этого мира да и исполнить все свои задачи с которым вы пришли то есть дать себе жить вашей душе так как нужно жить да не умирать постоянно испытывать себя на этих нервах вот и восстановится после этого зрения или нет мы не знаем может проснетесь и восстановится а может и не будет это не должно быть для вас уже не важным это второстепенные задачи и как она будет вовне никто не знает когда ко мне приходит работать с большими деньгами там долгами миллионами задача не вернуть эти деньги задача не решить вопрос деньгами чтобы долги обратно пришли вернулись там закрылись и так далее задача понять для чего нам нужны эти долги каким образом я их создаю для чего их создаю что это мне киношка внешнего мира показывает на хрена они мне нужны эти долги и почему это хорошо какими мыслями действиями я это делаю понятно что можно просто даже не знаю ничего сказать ну я пошел взял купил то что мне не нужно до в кредит вся у меня там мошенники в то что я дурак там обманули это какие-то там внешне поверхностное объяснение если копнуть глубже долги нам нужны чтобы увидеть в киношке какие долги к себе к своей душе в этом воплощении в этой жизни мы задолжали что мы не делаем что нужно делать что мы делаем все чтобы себя убивать максимально да и не жить то есть там нужно поменять себя и свое отношение к жизни к своему телу к своему здоровью к окружающему миру вообще ко всему и когда вы начинаете менять проблемы ваши решаются я не говорю про внешние проблемы я говорю про внутренние проблемы и внутренние проблему это важно а внешние проблемы они абсолютно не важны это просто картинка внешне внешне киношки которая абсолютно не должна вас заботить вы должны играть в эту игру как в игру как будто вы в ярочки отделе и в этом аватаре осознанно как бог ходите гуляете в человека превратились решили погулять походить и просто посмотреть, что-то такое, поиграть. И чем интереснее играть, тем запутаннее, сложнее, тем интереснее, кайфовее в неё играть и познавать свои возможности. Какой я умный, какой я классный, как я умею развиваться, как я умею учиться и наслаждаться вот этим процессом. И наши задачи решить только внутренние. Перестаньте гнаться за внешним. Если вы гонитесь за внешним и пытаетесь их решить, это будет бесконечное решение. Это будет бесконечная борьба с этим внешним миром. Его надо вот принимать. Да, есть долги, окей, все. Решаем внутренние проблемы. Для чего я их создаю? На хрена я их создаю? Что я делаю не так? Какие у меня чувства? То есть меняем себя. Внешний мир, естественно, как отражение, даже не отражение, неправильно, продолжение вас, оно поменяет внешние обстоятельства. Но мы не знаем, каким образом, мы за него не додумываем. То есть, когда изначально вы приходите, допустим, и говорите, я хочу решить долги, да, помоги мне вернуть там деньги, мы уже заранее прописываем себе какой-то сценарий, как это должно решиться. То есть, помоги мне, чтобы пришли деньги. На сценарии пришли деньги, мы пошли, кредит отдали. Вот один прописан сценарий. Сценарии могут быть разные. Может быть, вообще по-другому все решаться, не надо зацикливаться на чем-то одном. И вообще прекратите сливать свое внимание на вот эти вот внешние вещи и пытаться решить эти проблемы. Мы не решаем. И когда я работаю с психосоматикой, случайным образом решается вопрос с психосоматикой. Люди даже могут и не вспомнить, что у них были такие проблемы. Но это если они конкретно поменялись. Но не надо ждать. Когда вы ждете, вы осознанно концентрируете свое внимание на том, что у вас что-то не в порядке. И вот вы хотите, ждете вот этих изменений. Вы все время фиксируете в настоящем моменте, что да, у меня там проблема со зрением, что да, у меня проблема там с этим. Вы фиксируете и ждете, фиксируете и ждете. Куда фокус внимания, то и происходит, то и порождает. Как вы на это вот смотрите, понимаете? Я даже не знаю, как это еще по-другому объяснить. Поэтому, если вы хотите решать какие-то задачи, ваше внимание должно полностью с этих задач уйти. Вы должны перестать вообще наблюдать эту болезнь вашу. Хохолить ее, лелеять, обожать и просто вот, я не знаю, носиться с ней, как с маленьким ребенком. Ой, я болею, болею. Начихать на эту болезнь. Давайте разбираться, чем она вызвана, для чего она вообще нужна? Какие уроки вы проходите с этими болезнями? Это хорошо. Каждая болезнь – это сигнал нашего тела. Просто тело с нами разговаривает. Полюбите свою болезнь, как Синельников, как Владимиров, да, вроде его звали, я уже забываю. Он говорит, полюбите свою болезнь, это же круто знать, что говорит вам тело. Так, хороший сценарий надо придумать и наблюдать. Да не хороший, вообще убрать с внешнего свой фокус внимания, еще раз вам говорю. Не придумывать хорошие сценарии, не придумывать плохие, не вообще никакие. На себя внутрь смотрим, какие чувства я пытаюсь внешним заткнуть, что мне не хватает. Смотрите, ребят, здесь такой момент. Чувствую до психосоматики пятой части, я не дойду до этой астмы. Смотрите, какой момент здесь очень важный. Если вы хотите любви и просите у Бога, Аллаха, любви, если вы хотите денег, просите денег, если вы хотите отношений, просите отношений, что вам будет даваться? Любовь? Нет. Вам будут даны такие условия, где вам придется научиться любить вопреки всему. То есть вы думаете, вам любовь будет дана? Нет. Вам будут созданы условия, вы создаете эти условия, где вы научаетесь любить. То есть будет все прямо противоположное. Вы будете учиться любить, чтобы научиться любить. Вы хотите, допустим, отношения. Вам будут научиться отношениям. Что значит научиться отношениям? Это вот как взаимодействовать гармонично, расти вместе, тра-та-та и тра-та-та. Вы думаете, вам даны будут идеальные отношения? Нет. Вам будут даны уроки и вот этот путь, который вы будете проходить, то есть через весь трэш. Вы когда желаете чего-то, да, вам придется на вот этом трэше проходить школу, занятия, да, и тренироваться, учиться этому всему. Лучше ничего не просить от греха подальше. Ну, да, можно и так сказать. И все желания наши уже воплощены сейчас. Хватит гнаться за вашими желаниями. Давайте наблюдать, что у нас здесь сейчас уже есть, что мы имеем, какие ресурсы, что с этим делать, как это использовать. У вас такой багаж, но он без ручки, все никак притащить не можете его с собой в настоящее, да, использовать эти ресурсы. Так вот, давайте разберем все-таки психосоматику по астме, потому что я могу бесконечно говорить, отвечать на ваши вопросы. Вот, да, лучше не желать, а сразу чувствовать. За каждым желанием стоят куча чувств, которых вам не хватает. Вы хотите мужчину только для того, чтобы научиться чувствовать себя безопасно, чтобы вам было комфортно, что как бы все проблемки кто-то там порешает, а это я свешу ручки, ножки, а может быть и не свешу, неважно. Я хочу, чтобы кто-то меня любил. Это все от нехватки любви, то есть все эти привязки. Я хочу мужчину, чтобы он мне давал комплименты, и я почувствовала себя желанной, нужной, востребованной, красивой, там какой угодно. То есть всех этих чувств мне не хватает внутри себя. И даже если вы получите этого мужчину, вот вам его дадут, за ручку поставят рядом, вы будете неудовлетворены, потому что внешне ничего заткнуть внутренне нельзя. И сначала это взращивается изнутри. То есть вы должны чувство безопасности вне зависимости от мужчины чувствовать. А для этого вы должны понять, что опасность и безопасность – это одно и то же. Две стороны медали трансформировать, увидеть в этом, в чем суть, как это использовать, что это за талант, быть этим. Вот как пример я все время привожу, потому что я повторяю один и тот же пример из эфира «Эфир» про жадность и щедрость, чтобы вы на базе вот этого могли уже остальные эти шаблоны трансформировать и понимать, ну в чем суть. Допустим, жадность, щедрость – шаблон. Вы должны стать, не проживать эти чувства жадности, чтобы что-то там вовне потом проявилось, использовалось, а стать жадностью. То есть вы есть чувства, вы не есть тело, там мозг, ум. Вы есть то чувство, все чувства, вот какие вообще существуют, каждое слово – это какое-то чувство, каждый шаблон – это какое-то чувство. Все есть чувства, вы должны стать этим. То есть вы должны жадно, вот каждая доля секунды, жадно жить. Каждая доля секунды всё должно делаться с жадностью. И всё должно делаться с щедростью. То есть вы должны стать самой жадностью. Я не Нелли, я жадность. Я сама жадность воплоти. Я сама щедрость воплоти. То есть я должна максимально использовать вот это чувство. Не просто прожить и чего-то получить, как многие вещают, фильм «Секрет». Давайте сначала повизуализируем, прочувствуем, потом получим. Если вы гонитесь за этим желанием, вы получите, да, может быть, навизуализируете, но в 10 раз отберёте у себя в кредит, в других сфер жизни эту энергию снова. Ну то есть нафиг это надо. Вы должны понимать, что все чувства, которые вы пытаетесь извне вытащить, они внутри вас есть, просто нужно их обнаружить. Вот. И если вы хотите гармоничных отношений, то вам будет самый дисгармоничный мужик попадаться, потому что он вам покажет для гармонии всех тех чувств, которым вам не хватает. Он будет вызывать в вас всё. То, от чего вы бежите, то, что вам не нравится, то, что вы отрицаете, потому что именно эти чувства вам настолько необходимы. И понять, почему это хорошо, что это за классные чувства, как это использовать, как и жадность. Да. И вы должны стать этим. Вы должны просто быть этим. Я не знаю, вы не должны быть человеком, вы должны быть этим чувством максимально. Причём все букеты чувств должны использоваться максимально. Для этого только в 10 сейчас живём. И ни в каком потом, и ни в каком вчера, и так далее. Так. Как же цели и полагания? Я вообще про другое, я про чувства. Я вообще про тот абсолют, к которому вы должны стремиться, и у вас должен быть ориентир. Хотите, ставьте цели без проблем. Если у вас получится, вот. Если у вас получится. Короче, давайте про астму. Не хочешь жить для себя. Это транслирует нам астма. Как астма проявляется, да? Постоянно ходит... Про девочку мы... Господи, это вам надо, наверное... Те, кто первую, вторую, третью, четвёртую серию не смотрели, здесь речь о том, что отец обратился ко мне, что у него дочка 12 лет, вот у неё астма, аллергии и много-много всего. Помоги. И мы работаем, естественно, с отцом. С девочкой работать смысла нет. То она отражает отца, потому что он ко мне лично обратился, а отец отражает меня. То есть я прорабатываю себя. И пишу, конечно, всё равно о себе, что каждый человек мне что-то там транслирует. Так вот. Ну, я пишу ему, потому что он денежку заплатил, поэтому в третьем лице придётся. Я ему пишу. Ты не хочешь жить для себя. То есть ты проживаешь жизни близких людей. Когда ментально ты не свою жизнь занимаешь, а чужую, параллельно вытесняешь их из их жизни. Вот. И не даёшь им проживать свою. И свою не живёшь, и другим не даёшь. Практически так живут все. Вот. Кому-то придётся много раз этот эфир послушать, особо понять про эту астму. Ну, это кого она там беспокоит, конечно. Это надо менять, конечно же. Нести ответственность надо только за себя. И разрешить каждому вокруг набивать свои шишки. То есть не пытаться каждому отобрать опыт, подстелить соломку. Даже если это маленький человек. Вот. Маленький человек. Каждый маленький человек, который пришёл на эту планету, в земля, следующий после нас, душа умнее, осознаннее там, выше на порядок. Просто что-то там забыла, но это уже функция встроенная. Все опыты встроены. И вот эта вот маленькая душа, она мудрее нашей души. Так, не буду я про лишний вес рассказывать и так далее. У меня сегодня эфир про астму. Ребята, так что такие вопросы даже не пишите мне. Вот. Так. Дальше. Естественно, нужно поддерживать, помогать маленького ребёнка, но не решать за него ничего. Его выборы – это его выборы. И он будет выбирать сам. Мы ничего не должны навязывать, особенно как родители любят. За него решают, куда ему учиться. Типа он там неосознанный какой-то. Решаем за него, чем ему заниматься. И так далее. Задаём вопросы, спрашиваем. Не вырастет он таким, каким вы там боитесь. Что вот вырастет человек, которому всё позволяешь, и он будет потом позволять много, станет преступником. Такого не будет. То есть не бойтесь. У всех триггер такой, что если я его не воспитаю, не навяжу своё мнение, не навяжу свои правила, не дам ему 100-500 ограничений, то он потом каким-то преступником вырастет. Всё это вообще чушь. Чем больше вы ограничений делаете человеку, тем больше ломаете ему жизни. Потом он и живёт. Я сталкиваюсь с людьми 30-40, 50 лет, 60 лет, не знаю, даже 20-летние. Они боятся вообще, вот всё вокруг боятся. Что там о них подумают, боятся проявляться, боятся говорить, как-то что-то делать. Я не знаю, всё живут ради соседей, делают ради соседей, ради друзей, ради знакомых, родственников. А что они там скажут? Блин, вообще, людей задавили семьи, религии, правила, общество. Все всё боятся. И каждый раз, не знаю, каждое поколение всё больше консервирует и консервирует. Дайте спокойно проживать каждому свою жизнь. Либо ваш ребёнок будет с астмой или там ваши близкие, неважно. Тут не только астма, тут и аллергии и ещё куча-куча болезней. Постсоветское воспитание. Может и постсоветское. Даже не буду шаблоны вешать. Так, дальше. Астма. Ты давишь в себе, хранишь в себе внутри какие-то чувства, подавленность внутри у тебя. Очень много подавленных эмоций и действий. Вот. И это такой же сигнал, как у аллергии, мы разбирали выше. Ты, мужчине, я пишу, сдерживаешь рыдание, эмоции. Чем больше пишу, тем больше думаю у девочки спросить вашей дочке, на что она дуется. Где-то у неё отложилась обида тоже, о которой она не помнит, но она где-то внутри спрятана, как и у вас с мамой. То есть там и мама, и папа, и у ребёнка есть какие-то обиды, которые нельзя проявлять и показывать. Они, вот эти вот эмоции, страдания и рыдания внутри. Ну, то есть астма говорит о том, что человек вот прям сильно подавил что-то очень травмирующее. Боязнь жизни, нежелание быть здесь. Вот здесь. А зачем здесь? Мне некогда сейчас жить, да? Я сначала там срочно доделаю дела, там заработаю, что-то вот достигну, достижения поставлю, целеполагания у меня там и так далее. Мне некогда вот тут жить. Я вот сейчас не хочу жить. Но это единственный момент, в котором на самом деле мы можем жить с вами. Других моментов не существует, но наш ум уводит куда-то туда. Здесь и сейчас для тебя самый неуловимый момент. Мысли всё время, или в прошлом, или в будущем. Надо себя ловить, возвращать и приучать жить сейчас. А астма же ещё. Человек задыхается, да? Ему не хватает воздуха, а он не может сейчас вздохнуть, потому что она ему пытается показать, типа, блин, обрати внимание, что вот именно глоток воздуха сейчас самый важный, вот прям самый важный, ничего важнее глотка воздуха в данный момент не существует. И человек все раз за разом показывает это, что тебе научиться надо дышать прямо сейчас. Метафорически переведите на вашу жизнь. Вздыхать полной грудью воздух сейчас и ценить вот этот вот момент, которым ты прямо сейчас дышишь. Если, если, ладно, не будем, если продолжу, то буду уходить. Тебе не хочется уходить в новое. Страшно или непонятно, зачем, типа, туда идти, да? Всё идеально, понятно, накатано тут в комфорте. Но с таким подходом проблема с астмой и зрением, к сожалению, не решить. Вот. И здесь вы писали про тестостерон, проблема с мужской силой. Здесь то же самое. Проблема будет и на мужскую силу, в целом на потенцию сказываться. Мужская сила – это мочь. Так, сейчас резко на мужскую силу перешла, потому что, я говорю, здесь я соединила и астму, и все его психосоматические проблемы, которые он... Поэтому у меня вместе, неразделённые. Ну ладно, извините. Подпишу видео. Мужская сила и астма. Мужская сила – это мочь делать, двигаться, творить. Творить – это создавать новое, идти в новое. Менять всё и не бояться при этом, да, это менять. Но как новое творить? Мы не можем сотворить то, что мы уже знаем. Мы можем новое сотворить, которое не знаем. Если мы не знаем, соответственно, мы не знаем, что делать. Если мы не знаем, что делать, у нас тупор, мы не делаем. Это эфир прошлого дня был про то, Как совершать ошибки Там первые две части Первая-вторая часть вышла про ошибки Я там говорю, чтобы творить Нам надо научиться делать ошибки Позволять себе делать ошибки То есть только случайным образом можно создать новое Весь мир, каждая песчинка Это случайности Все не похоже друг на дружку Потому что есть какая-то ошибка Случайная И поэтому у нас разные лица, разные деревья Разная трава, разные песчинки Поэтому здесь надо Разрешить себе идти в новое Делать ошибки И довериться разным случайностям Не бояться этих случайностей И вот астма говорит о том, что и мужская сила Что мы боимся этих случайностей И поэтому сидим в комфорте И не разрешаем себе из зоны комфорта выйти И все должно быть по накатанной Все должно быть четко Все должно быть правильно По правилам На рельсах, чтобы никуда Ни туда, ни сюда, ни сойти Это самые вот Ну больные люди Самые больные люди Это консервативные люди Козерога вам привет Вот, хорошо Телефон сел Хорошо, что я козерог Но у меня астендент скорпион И сейчас я включу телефон Пожертвую светом Нет Сделаю по-другому Сейчас Пожертвую светом Короче Одну секундочку Нет Не могу Блин Сори Маты А, у меня просто свет есть Сразу привалил вопрос Как узнать Какой ты козерог Вам просто нужно Карту свою Астрологическую Разложить в интернете Бесплатно Набрать в поисковике Вот Кто у вас в первом доме У меня первый дом скорпион Это значит, что я Первый дом обозначает Это то, что вы должны достигнуть Сделать в этой жизни То есть Всё, что написано Про скорпионов Так меня видят Другие люди И я должна Все эти скорпионские штуки Изучить Овладеть Встроить в себя Можно так сказать Грубо Так А скорпионы Это про Про развитие Духовность Самостоятельность Целостность Глубокость И вообще Это сила Мощь Упрямствуйте До своей цели Но не упрямо Стоять на чём-то Как козероге Наоборот Мы должны уйти От Ну вот я должна Как козерог Уйти С дорожки козерога Да И полностью Перестроиться На скорпиона Это моя как бы Миссия И вот вы Например Водолей У вас первый дом Асцендент Козерог То вы должны Почитать всё Про козерогов Да и ваша миссия Стать козерогом Это самое грубейшее Описание Для тех Кто не знаком с астрологией Вот так вот скажу Ну это моё так Видение Для моей жизни Оно правильное Не знаю Как для вас Так Потеряла страницу Пока переключалась Сын Асматик Ну вот Как раз вам И про это И пишу Сорян На какой странице Была Вот это мои эфиры Какой-то трэш Одну секундочку Ребята Я просто потеряла Так Мужская сила Нашла Ура Мужская сила Мужская сила В каждом человеке Нужно развивать Мужскую силу Как и женскую Мы на сто процентов Мужчины и женщины Вернее Ну У нас Метафорически На сто процентов Должна быть проявлена Мужская сила Мужская энергия Это творить Делать Действовать Творческое И женское желание Желать Принимать Все как есть Принимать свои желания Принимать свои действия Разрешать этим действиям И Мужской силе Быть Быть своим действием То есть Принимать и желать Так что Вот У кого С этим проблем Будут хромать Ну Хромать Может все В принципе По здоровью С этими проблемами Так Творить Это создавать Новое Я ушла Оттуда Да С творением Надо научиться Делать ошибку Вот Думаю на чем Остановилась Научиться Разрешать себе Делать ошибки Потому что Только Случайным Неслучайным Образом Когда вы что-то Творите На кураже Не анализируйте Как правильно сделать А анализируйте Какой вы классный И просто хвалите Все Отключайте Мозги И делайте Вот просто Делайте Знаете Как делать Не знаете Как делать Просто Делайте Вот Как только Вы включаете Свои правила У вас Творчество Уходит Творчество Я имею ввиду В том понимании Которое Генерирует Вам Энергию Именно То Творчество Творца Создающее Новое А не То творчество Котором Вы шаблонно Привыкли Думать Если вы Естественно Хирург И так далее Здесь вы Безошибочно Все делаете Все что угрожает Жизни Здоровью Вам Близким Людям Естественно Здесь вы Четко Все делаете Да Но когда Вы Все остальное Творите Да То что не угрожает Жизни Не надо Пытаться Сделать Правильно Разрешите Правильно Делайте Как вы Знаете Да Но разрешите Чтобы и ошибки Присутствовали Так Сейчас Я потеряла Творить Творить Это Создавать Новое Менять Все Не бояться Ничего Сбегать От комфорта Нужного Начать Кайфовать От трудностей Потому что Это просто Тренажеры Для прокачки Игры О которой Я в начале Эфира Рассказывала Что Все эти Трудности Они просто Нам дают Возможность С интересом Проходить Эту игру Да И Скиллы Свои Прокачивать Силы Прокачивать Умения Свои Прокачивать Как вы будете Учиться Любить Если вы Не пройдете Вот этот Путь Как можно Учиться Любить Когда уже Есть Любовь Вокруг И так далее Невозможно Вот есть И есть А когда ее Нету Вы будете Учиться Это вообще Другой Левел Такой уровень В общем Сбегать От своего Комфорта У кого В окружении Астма Проблемы С потенцией И тому подобное Хочется Быть В корлупе В своей Но вот Этот Как раз Комфорт Который Вам идет В минус Все новое Воспринимайте Со скрипом Не хочется Показывать Эту слабость Другим Зажимайте В себе Чувства Подавляйте Их Не надо Так Идите На хорошо На хорошо И плохо И одни Чувства Естественно Хорошие Для нас Показываем Вторые Прячем То есть Мы умнеем Только ради Того Чтобы Вот это Закрыть Мы Пытаемся Красоту Наводить Чтобы Уродство Свою Закрыть Не понимая Что уродство Красота Одно и то же И что В уродстве Ничего плохого Нету И что уродство Это просто Уникальность Генетическая Какая-то Ошибка Что и Создает Прекрасный Этот удивительный Неповторимый Уродский Мир Красивый Ну потому что Представьте Если все Красивые Идеально Одинаковые Деревья По эталону Будут То у нас Мир будет На самом деле Самым уродским Представьте Все сделать Идеальные Лица Одинаковые По самому Лучшему Эталону Который Только Невообразимо Можно придумать Сделать Всем Одинаковое Лицо Одинаковое Тело Все люди Будут Одинаковые Клоуны И это Будет Уродство То есть Идти Вот этот Абсолют Представьте Что Каждая Крайность Это Крайность Которая Нас Тормозит Вообще От действий Которая Тормозит Нас От движения Можеская Сила Это действие Это движение Мы себя Тормозим От Можеской Силы От творческой Силы Как раз Таки Вот этими Крайностями В которые Мы уходим Естественно Чувство Что бы Вы не Хотели Чувствовать Куда бы Вы не Стремились Вы Противоположны Этим Пытаетесь Погасить То есть Перестаньте Туда идти Перестаньте К этому Стремиться Перестаньте Этого Хотеть Учитесь Прямо Противоположном Лучше Это время Потратьте Разглядывать Почему Это одно и то же С тем Куда Куда бы Я типа Хотела Или Что это Хорошо Например Жадность Жадность Для меня Это плохо Щедрость Хорошо Значит Мне надо Срочно Жадность Рассматривать Не Стремиться Стать Щедрой Не Стремиться Искать Щедрых Мужиков А Зафиксировать Своё внимание На жадности И подумать Что это За талант Такой И как Мне жадно Жить Каждый Этот миг Жадно Хватая Жадностью Наслаждаясь Этой Жизнью Жадной Жадной Любя И так Далее Точно Так же Вы Хотите Всё Очень Быстро Что Всё И сразу И быстро И легко Легко Сразу И быстро И всё И сразу Как по-разному Можно сказать Вот Хотите Быстро Так у вас Поэтому Шаблон Медленно Он Наделён Автоматом Плохой И он Плохим Чувствам И Соответственно Вы Этот шаблон Этот шаблон Медленно Он вам блокирует Все события Чтобы они Максимально Медленно Не шли И у вас Очень быстро Проходит Любовь Удовольствие Радость То есть Если уж Быстрому Стремитесь Всё и быстро То у вас Всё и быстро То есть И секс 5 секунд И вот Ты импотент Потому что Быстро хотели Вот быстро Во всех сферах И получите У вас идёт И одна И вторая крайность Минус Надо их согласовать Почему медленно И быстро Одно и то же Это шаблон Двух дуальностей Противоположных Как это использовать Как наслаждаться Медленностью Во всём Растянуть каждый миг Максимально Наслаждаясь им Просто жадно Живя его Но это же круто Куда Зачем быстро К чему Вы стремитесь Чтобы всё быстро Да Вы хотите Чтобы быстро Прошли проблемы Но пройдёт Эта проблема Будет следующая И каждый раз Левел поднимается Сложнее Сложнее Как использовать Пропустив На какие кнопочки На джойстике Нажимать Вы пропустили И пытаетесь Пойти На уровень выше Там вы больше Умираете Постоянно Метафорически Так Дальше Про новую силу Мы тут читаем Так Все события Вы воспринимаете Со скрипом Не хочется Показывать слабость Так Это я прочитала Так И вообще Всё что я пишу Обрати внимание На то Что тебе Не подходит То что Сейчас подождите Сама прочитаю Что у меня тут написано И вообще Всё что я тут пишу Обрати внимание На то Что тебе Не подходит То что Точно не про тебя Что больше Тригерит А Что Обрати внимание Что тебе здесь Не подходит Что тебе Что ты говоришь Это точно не про меня Что больше Тригерит Что больше Отрицается То и будет Являться для тебя Тем самым И ключевым Что именно Это и есть Про тебя Вот Невидным Неочевидным То что мы Как раз и отрицаем Как раз и надо Заметить И прозреть Всё это улучшает Зрение И на физике Да То есть Если мы Не видим Себя Не видим Свои чувства Не видим То что мы Себе даем Не видим Свои действия Что мы делаем И так далее Вот это вот Действие Вообще Не замечается Отрицается Во вне Естественно Психосоматика Будет показывать Нам хреновое зрение Ну то есть Если мы не видим То и мы Физически не видим Вечно 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 Говорит Какая-то Внутренняя Совесть В тебе Это всё Про астматиков А нет Это уже Это и про астматиков И про Мужскую силу Есть какая-то Внутри совесть Стыд и вина За то Что хочешь Проявлять себя Естественно Но не можешь Вот Прямо Срочно Перестать Нужно это делать Отобрал У себя Право Дышать Полной Грудью Вздох Да И иногда Получается Поэтому требуется Дополнительно Что-то там Пшитнуть Полной Грудью Отобрал У себя Право Жить Полной Жизнью Зачем Ты себе Запрещаешь Давай Рассматривать Попробуй Поотвечать На вопросы Не выпиши Шаблоны Мышлений И поразмыслить Над тем Доведя Ну вот Над этим Что ты Выпишь Доведя До абсурда То есть Зачем Я себе Запрещаю Дышать Полной Жизнью Здесь Сейчас Наслаждаясь Каждым Моментом Вот Все Что Будет Выходить Просто Вот Даже Самое Нелепое Какие-то Мысли Записывай Как Машинальное Письмо И потом Рассуждай А действительно Ли это Так А почему Я так Думаю Нафига Я так Думаю С чего Я так Решила Кто Место Сказал И доводите До абсурда Вот это Вот Путем Сами С Своим Размышлением Здесь нет Правила Как довести До абсурда Вам нужно Додуматься Почему Это хрень И именно Вот это И есть Процесс Работы С мышлением Когда Вы скажете Почему Это хрень Сами себе Разъясните Себе Ваш ум Наконец-то Это поймет В глубине Так Дальше Вы не чувствуете Любви Нет Ее От окружения И естественно От себя Ее тоже нет Часто Гневаетесь Держа В себе Потому что Навешиваете На жизни На людей Какие-то Ожидания Про аллергию То же самое Было Не надо Ничего Ожидать От других Людей Ожидать От жизни Ожидать От событий Ожидание Всегда Прождает Ожидание Не перекладывайте Ответственность И не Давайте Ничему Важности Вообще Объясните Себе До абсурда Доведите Почему Все Что вокруг Есть На самом деле Не важно Просто посидите Рассуждайте Напишите На листочке Себе Почему На самом деле Иметь детей Не так важно Почему Не так важно Иметь миллиард Денег Или там Тысячу рублей Не важно Иметь работу Не важно Иметь здоровье Доведите до абсурда Все К чему Вы там Привязались Я не призываю От этого Отказываться Я призываю Просто Шаблон Важности Убрать Но при этом Рядом с собой Это держите Оставьте Никуда Не выкидывайте Пускай рядом Стоит Глаза Радует Важно Важно Снять Доведите До абсурда И Этот путь Долгий Нужно Рассуждать Сидеть Не один час Может быть Не один день Но эта работа Приведет К офигенным Просто результатам Так Включи Внутреннего Ребенка Заговариваюсь То есть Включи Интересы Говори себе Как интересно Случится Это или то Каждый раз Что-то захотел Интересно Как это случится Как это разрулится Как это решится Какие решения Ко мне придут Интересно Как это решить Вот без вот этого Интересно Как это решить Вот без денег А как интересно Придут ко мне люди С ресурсами дадут Покажут Там научат Или еще что-то Наблюдайте Интересно наблюдать Что и как Произойдет В наилучшем виде Для меня Когда вы говорите Эту фразу Вы вытесняете В этот момент Здесь сейчас В эту секунду Фразу Что блин Все плохо Все не получается И так далее То есть вы свое Нытье просто Убираете в сторону Потому что вы не можете Одновременно ныть И не ныть Поэтому эти фразы Это не волшебные Какие-то фразы Которые вы будете Гореть Они там Типа вам Исполнят желание Нет Этими фразами Вы вытесняете Автоматически Нытье свое То есть Интересно Понаблюдать Как сейчас Решится мой вопрос Включайте интерес И Если вы продолжаете Ныть Еще раз Задаете себе Этот вопрос До тех пор Пока не перестанете Ныть Интересно Как это кино Приключится со мной И что бы ни произошло Я принимаю И почему-то это хорошо Я понаблюдаю это кино Ничего конкретного Я не жду Будет все равно круто Давайте себе Вот эти вот установки Выучите их Ну или что-то подобное Главное Выключить ваши ожидания Что Вот бы все решилось Когда вы так говорите Вы сомневаетесь В решении Уже автоматом Вы Не Не чувствуете Что оно решится Вы сомневаетесь Когда вы не сомневаетесь У вас нет Мысли О том Что вот бы оно там решилось Или Вообще У вас нет ожиданий Когда вы Не сомневаетесь То есть Вы знаете А и будет И будет А я знаю Что у меня будет Там 10 миллионов Сейчас на учебу В Гарвард Или В Оксфорд Пофигу Я знаю Что они будут Я даже не сомневаюсь Я не знаю Откуда они будут Но я знаю Что будут Все Точка Как бы Зачем мне еще думать Об этом Дальше уже Работая Что-то делая В этой жизни Да Я их заработаю Найду Что угодно Но они Как-то появятся Я не хочу Ныть Сидеть И Рассуждать Вот бы кто-то Их дал Или еще что-то Так Ожидайте Только Самые Интересные Неожиданности Вот что Можно ожидать Делайте Это время И делайте В это время Только то Что вам нравится Верни Себе Право Жить Своей Жизнью Да Вначале Я говорила Перестаньте Пытаться Жить Жизнью Людей Которые Вас Направляют На которых Вы Опираетесь Мы Мы Всегда Опираемся На Людей Которые Абсолютно Даже Недостойны Нашего Внимания Мы На них Опираемся То есть На Осуждающих Нас Блин А что Они Скажут Осудят Вот Что Что я Родственникам Скажу А как Я Разведусь Блин Это Некрасиво Что Другие Люди Подумают Мы Постоянно Оглядываемся На Соседей Людей И Что Будет О нас Там Думать Не Надо Так Делайте Все Что Вам Нравится Как Будто У тебя Это Право Отобрали И Ты Должен Как Марионетка Под всех Подстраиваться То есть Астма И говорит Вот Об этом Злоба Конечно Есть Внутренняя И она Должна Быть Выпущена Надо Придумать Как Эту Злобу Вытащить Простить Нужно Всех И Себя Естественно Все Только Для меня Играли Роль Учителей Сказать Себе Чему-то Меня Учили Пришли С талантами Дарами Какими-то Ресурсами Я Просто Это Не Видел Оказывается Все Что Мне Не Нравилось Надо Было Принимать Себе Они Как В зеркале Мне Это Показывали И Учиться С интересом Это Использовать На Пользу То есть Как Убрать Злобу Легко Понять Что Все На И Показывал Так Вот Это Тебе Не Хватает Давай Прими И Попробуй Это Использовать Как Маленький Ребенок Десять Раз Камешек На Зуб Попробуй Лизни Кинь Какой Он Тяжелый Какого Размера Изучи Все Что Тебе Не Нравится Как Маленький Ребенок Например Пришел Какой Человек Начал Претензии На Меня Выливать Бесит Скотина Обидится Мое Привычное Поведение Промолчать Затаить Обидку Это Делается На Автомате У Нас Да Мы Даже Не Задумываясь Это Делаем И Сразу Забываем Но Внутренние Обиды Работает 24 На 7 Шаблон Проецирует Всегда Нашу Реальность Она Влияет На Каждую Секунду Каждый Шаблон Вот И Нам Нужно С Увидеть Вот Эту Злобу Сказать Так Это Мой Будильник Лучше Давайте Буду Читать Чем Объяснять Буду Путаться Я Когда Начинаю Объяснять Мне Хочется Сразу Зацепить Все Вот Эти Моменты Чтобы Более Глубоко Было Понятно Многим Потому Что Кто Меня Не Слушал Особенно Новички Вытаскивают Из Контекста Фразы И Так Вот Ты Благодаря Тебе Делать Ошибки Сейчас Все Начнут Делать Ошибки Хирурги Там Порежут Людей Из Контекста Фразы Все Вырывают И Меня Так Это Бесит Комментарий Вообще Половину Комментарий На Ютубе Особенно Бесит Просто Все Вырывают Из Контекста И Мне Хочется В этот Контекст Вот Прям Вот Так Врубить Все Но Я Буду Тогда Бесконечно Дочитывать Одну Мы Остановились Что Внутренняя Обида Работает 24 на 7 Когда Мы Не Рассматриваем В моменте Что Человек Мне Показывает Да И Вот Этот Шаблон Он 24 на 7 Строит Всю Мою Реальность Вот Каждая Песчинка Мик Все Складывается Из Всех Вот Этих Шаблонов Которые У меня Есть В голове Мой Проектор Вот Эту Реальность Все Показывает То Что Нам Себе Вопрос И Сразу Говорим Благодарю Там Спасибо Что Хотите То Вам Нужно С Благодарностью Принимать Все Что Вас Разражает Очевидно Претензии Которые Вам Не Нравятся Это Ваши Таланты Признать Да Это Мое Во Мне Есть Все И Нет Только Самого Отсутствия Остальное Все У меня Есть Все Присутствует Это Мое Просто Я Это Не Хочу Видеть Использовать Для меня Это Плохо Потому Что Есть Триггер Шаблон Что Я Где-то Увидел Или Сам Использовал Как-то По Плохому И Поэтому Я думаю Что Теперь Это Все Чувство Плохое На самом деле Нет Значит Буду Использовать Претензии Теперь С пользой Задаемся Вопрос Где И Как Можно Это Использовать Я Могу Выкатить Себе Претензии Что Я Нытик И Перестать Ныть Я С пользую Я Сама Забудалась Что Я Там Писала Потому Что Я Пытаюсь Перейти На Комментарии Не Просто Зачитывать И Поэтому Сорян Давайте Заново Короче Где Использовать Претензии Что Такое Претензия Например Мне Не Нравится Претензии Пришел Человек И С Своими Претензиями Пофиг Конкретно Что Он Мне Там Говорит Сам Факт Претензии Меня Бесит Когда Люди С претензией Что Пытаются Мне Сказать Как Использовать Претензию На Пользу Претензия Это Определенное Чувство Которое Есть Во Мне Мне Надо Стать Этой Претензией И Быть Этой Претензией То есть Стать Быть Вот Это Мой Талант Претензия Это Мой Талант Окей Признаю Это Мое Во Мне Нет Только Самого Отсутствия Остальное Все Есть Все Присутствует Так Значит Буду Использовать Претензию С пользой Задаю 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 Себе Вопрос Где И как И наблюдаю Записываю Как приходят Ответы Я могу Выкатить Себе Претензии Выкатить Себе Претензии Сама Себе Что Я Нытик И Перестать Ныть Я С пользой Использовала Претензию Очевидно Да Прямо Сейчас Где Я могу Навешать Себе Претензии Чтобы Исправиться То есть Я Выписываю И Исправляюсь Спасибо Начальнику И самое веселое Что начальник Больше не будет Ко мне Относиться Со всякими Претензиями Так как Он уже Опыт Мне передал Чему Надо было Научить Научил Ему Уже Незачем Будет Это делать Там Уже Будет Мягкое Направление С его Стороны Чтобы Всем Эффективно Делать Работу И было Всем Хорошо То есть Претензия Это Мой Будильник Которым Я сама Себя Бужу И говорю Так К чему У меня Претензия Претензия К моему К моему Безрассудству Мне надо Безрассудство С пользой Использовать Какие еще Претензии Претензия Это Какое Какое-то Чувство Общее Которое Помогает Выявить Недостающие Недостатки Вот так Да Как критика В принципе Одно и то же Критика На пользу Это критиковать Для того Чтобы сразу Выписать Этот недостаток И этот недостаток В себе Использовать Это очень круто Так Или вот Раздражение На человека Задаем вопрос Чем Этот человек Меня раздражает Вот Своим контролем Своим контролем Моих действий Осознал Что это Мне нужно Контролировать Свои мысли И действия То есть Для меня Это как сигнал Все хоре Начни Отслеживать И контролировать Познавать И видеть себя Начни И действуй То есть Если меня Контролируют Грубо говоря Да Меня это бесит Что меня контролируют Стоят в какие-то Мне рамки Значит Мне просто Не хватает Контроля Значит Я этот контроль Тоже использую Но неправильно Мне нужно Научиться контролировать Что С пользой Только вот Свои мысли Свои умы Контролировать Момент Здесь сейчас Что я в него В него вхожу Или выхожу Вот Если я вошла То контролировать Из него не выходить Из этого мига Здесь сейчас Если я из него вышла То надо контролировать Чтобы обратно зайти В этот момент Здесь сейчас То есть Контроль нужен Он помогает мне Находиться В жизни моей Которая только В моменте Есть В других моментах Ее нет Так Что еще То есть Раздражение Которое нам Показывает человек Это просто Наш будильник Это хорошо Поблагодари Что Блин чувак Спасибо тебе Что ты Меня раздражаешь И показываешь Недостающие чувства Которых мне не хватает Вот и все Вуаля Учитель вас спас Раздражающего человека Обычно После осознания Что он мне показывал Как это использовать Обычно Исчезает Из поля Вашего Вот Существования Виденья Там рядом Либо вообще Либо становится Милым И пушистым По разному Может с поля Уйти Зрение Может вообще Уйти Может остаться Но вы не будете Его замечать Либо Будет просто Душечкой Вот Так Какие еще есть Психосоматики Причины В астме Перечисляй И подчеркивай Нужное Не хочешь жить Самостоятельно Поэтому и навешиваешь Ожидания Что все должны Помогать А они такие Сволочи Это не делают Но ты не помогаешь Сам себе Да Люди тебе просто Зеркалят Так Ты не помогаешь Сам себе Исполнять Свои собственные Желания И хотелки Какие-то Игнорируешь Страх Быть открытым Откровенность Не твой конек А то вдруг Осудят И конечно Осудят Естественно Осудят Потому что Сам себя же И осуждаешь Мы осуждаем Себя За то Что не проявляемся И при этом Мы не проявляемся И вот это Замкнутый круг Что мы делаем По отношению К себе То делает И мир Отражая Нас В зеркале По отношению К нам Будь искренен Перед всеми И с собой Выражай Открыто Все Что ты хочешь Астма Еще и Про подавление Сексуальных Желаний Хотя мужчинам Не особо Это свойственно Но может Это касается И ваших Женщин Которые вокруг Если меня Мужчины слушают Много на себя Берешь Лишнего Ненужного Это когда Мы вредим Своей помощью Излишней Чрезмерной Заботой В которой Можно задушиться Или не дать Реализовать Свои уроки Другим Мы то знаем Как лучше Другим Да И со своими Советами Вечно Лезем Вот То есть Свои шишки Еще не Не набили Сами себе Не смогли Поумнеть Помочь Да Лезем К другим Вот Не надо Никому Помогать Ребят Совместно Делать работу Да Творить Жить Передавать Здания Умения Но Помогать Видя Других Жалкими И немощными Нам Ни в коем Случа Нельзя Не чувствовать Что Вот Я сейчас Им помогу Потому что Они без Меня Не справятся Мы Сами Их Таким Образом Делаем Немощными И слабыми Это все Идет В минус Надо Всегда Следить Чтобы Помощь Была В плюс А не В минус Пытаться Каждый раз Смотреть Далеко В будущее Дальновидно И Спрашивать Себя Вот Если Что Будет Потом Да Если Я Сейчас Этому Человеку Помогу Сможет Ли он Потом Справляться Со своими Трудностями Сам Или Нет Или Бесконечно Буду Занимать Ему Деньги И он Так И не Научится Добывать Их Зарабатывать Что-то Делать Обучаться Расти И так Далее Либо Я своей Помощью Помогу Ему Он Привыкнет Да И потом Будет Жить Вечно Просят Этого Мира Что-то Поэтому Многие Просто Живут Слабаками За счет Других Другие Им Позволяют Быть Слабаками То есть Как Паразиты Общества Не Совсем Это Норма Например Давать В долг Пусть Начнут Шевелиться Сами А то Мозг У них У всех Атрофируется Это Пример С Долгом Но Ситуация В помощи Бывает Разная Лучше Может быть Дать ему Удочки Научить Его Подсказать Вдохновить Сказать Ты сможешь Смогешь Блин Пойти Сейчас И Там Отучиться Сделать Вдохновить Показать Какой-то Путь Ну не Дать За него Вот это Все Уже Готовенькое В рот Положил Там Заработал То есть Отстаньте Пожалуйста От всех И не ждите Помощи Сами От других Не ждите Вам мир И так Все сам Будет давать Отражая Вас Когда Вы Будете Давать В этот Мир И себе Все Что Хотите То есть Ваши Желания Будут Когда Исполняться Вот Захотели Исполнили Захотели Исполнили То есть Ваша Женская Вот эта Энергия Желатель Мужская В гармонии Будет На 100% Проявляться Весь мир Ресурсами Вас Будет Засыпать Но Когда Вы Себе Во всем Отказываете Нафига Вам Тогда И эти Инструменты Ресурсы Они Вам Все Равно Не Нужны Вы Ничего Не Делаете Так Дальше Отстаньте От всех Не ждите Помощи От других Мир Всегда Бесконечно Помогает И так Всегда Приходят Люди Просить Никого Не Надо Мы И так Все Получаем Весь Мир Трудился Чтобы Мы Даже С вами Чай Могли Попить Мой Любимый Каждый Раз Для Этого Мир Все Делает Вот Мы Захотели Чай Попить Да В этот Момент Все Организовано В этом Мире И чашки И электричество И кружки И чайники И чистая вода И что там Еще Хорошее настроение Стол Стул На котором Вы будете Сидеть Пить чай Организация Пространства То есть Каждое Ваше Желание Уже Всем Миром Было Подготовлено Для вас Заранее Уже Соломочка Постелена Все Дано Только Принимать Даже бездействия Можно помочь И чаще Бездействия Наши Больше помогут Человеку Чем наше Блин Действие Как с Примером С долгом Может и не Помогая Они как раз И помогут Ваши действия Вот не помогая Вырасти Этим Людям Мы Принимаем Всегда Любую Помощь Не Отказываемся Ну и не Уходим И не Упрашиваем Астматики Выпрашивают Помощь Можно так Скать Да Астма Так же Как аллергия Говорит Что жизнь Проживается Ожиданиями Ждать Мы Прекращаем Мы не ждем Что завтра День будет Лучше Или хуже Что что-то Получится Или не Получится Не ждем Что вот Споем И будем Счастливы Что куплю Что-то И буду Счастлив Что что-то Сделаю И буду Счастлив Все ожидания Надо контролировать Убирать С головы Следующий Сигнал Тело По астме Хочешь Многого Но сам Даже Из возможных Вот Вариантов Которые Можно Сейчас Это дать Ни хрена Не даешь Вот То есть Я много Что хочу Но я Ничего Для этого Не делаю Очень Интересный Такой Да Момент Мы На всем Любим Экономить На себе Любим В особенности Вот Что Неприемлемо Конечно От этого Мы Не получаем То что Хотим Хотим Казаться Сильнее Чтобы Вызвать Любовь Других Это вот Еще сторона Медали Про Астму Конечно В таком Случай Вряд ли Мы Эту Любовь Тоже Сможем Заполучить У кого Аллергии Люди Посмотрите Первую Вторую Третью Часть Офигенных Видео Где Я не отвлекалась Просто Очень Четко Без Воды Прям По полочкам Все разложила Это сейчас Я читаю Просто Еще Ваши Комменты Пытаюсь Что-то Объяснить Что прямой Эфир А не запись Поэтому Такая Вот Каша Может быть Извиняйте Вот По аллергии Вот это Уже будет Пятая серия Пятое Мое видео На ютуб Либо В закрытом Открытом Канале Телеграм Все ссылки У меня В профиле Здесь Посмотрите Так Ты хочешь Казаться Сильнее Чтобы вызвать Любовь То есть Сделать Больше Чем можешь В данный Момент И Не показать Свою Слабость Вот Посмотрите Какой Я Да И пытаясь Этим Заслужить Любовь Но так Не получится Так Нежелание Будь здесь Сейчас И переживания За будущее Это тоже Про астму Также Начни Сегодня Сейчас Жить Не думая Завтра Попробуй Для исцеления Это нужно Пробуй Сложно Но это сильно Поменяет Твою жизнь В лучшую сторону А теперь Подробнее Про зрение 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 Наверное Будет тема Следующего Моего эфира Шестой серии Это когда мы Очень сильно Что-то хотим В жизни Видеть Сильная Потребность Это надо Это надо А вот что Уже есть Вокруг нас Мы видеть Не хотим Да Глаза Бы Вот это Вот бы Не видели Вот отсюда Наше зрение И Да Понятие У нас О том Что Нас Окружает Все Вот это Вот Принятие Оно Сильно Хромает Зачем Я это Делаю Ребят Давайте Я лучше Отключусь Я На шестую серию Выйду Про зрение Буду Рассказывать Чтобы Не мешанину Вот это Сейчас Не путать Все Подряд Благодарю Вас Что вы Были Со мной Обнимаю Люблю Пол первого Ночи Вообще Это очень Круто Я кстати Сегодня У меня день Голодовки Не завтракала Ничего Не пила Сухая Голодовка Я так себя Классно чувствую Еще мне кажется Двое суток Не усну И ныне И просто Вагон И маленькая Тележка Прет Как у дава Так что Пойду Сейчас Учить Английский Для поступления В ВУЗ И Желаю Вам Желаю Вам Прозрения Вот Прозрение Прозреть Начать Видеть И ценить Жадно Каждый Этот миг С кайфом Медленно С трудностями Набивая Этот багаж Знаний И опыта Наслаждаться Каждой секундой Этой жизни Кайфовать Просто От того Что Все У вас Вокруг Есть Перестать Торопиться Чего Достичь Перестать Да Стремления Нам Нужны Про цели Полагания Сегодня Был вопрос Последний Скажу Цели Нужны Желания Нужны Но не для того Чтобы их Желать И стремиться К ним Нет Это Затем Чтобы за Этими Желаниями И целями Увидеть Какие Чувства Стоят То есть Спросите Вопрос А чтобы Что Ну вот Я хочу Машину А чтобы Что Ну вот Буду Быстрее Передвигаться И что Есть Другие Варианты Передвигаться Есть Ну Дело Наверное Не Быстрее Передвигаться Здесь Вообще В другом Дело Ну Добьюсь Я Славы Богатства И что А дальше Что А дальше Что Задайте Себе Вопросы А что Я хочу Чувствовать На самом То Деле Потому что За каждым Желанием За каждой Цель Стоят Чувства Которых Сейчас В данный Момент Не хватает Я Отношений Хочу Зачем Чтобы Что Чтобы Дыры Себе Закрыть Там Безопасности Нужности И так далее Так вот Эти чувства Надо сначала Себе давать Надо стать Этими чувствами Надо Стать Этой Любовью Надо стать Этой Красотой Надо стать Это не значит Внешне Исправлять Свою Красоту Красиветь Красиветь Блин Внутреннюю Красоту Нужно Увидеть И быть Этой Красотой Надо Эти все Чувства Вживить В себя То есть Увидеть Обнаружить Начать Использовать И каждый момент Там Жизни Наслаждаться А желание Это просто Как маячочки Векторы Куда Посмотреть Чтобы увидеть В этой Мишени Каких чувств Не хватает Сейчас В себе Увидеть Вот Зачем Наша душа Пришла И желание Ум нам Рисует Как для подсказок Просто Мир Киношка Все игра Не стоит Так серьезно Относиться Ни к целям Ни к желаниям Вот Либо Будете страдать Болеть Не будет любви Будет вечная Нехватка Голод Моральный Голод Физический Голод Проблем По здоровью Нет энергии Нет желания Жить Нет смысла Жить Вообще Ничего Нет Одни Стремления Целей Желаний И постоянная Неудовлетворенность Достигаете Вы Неудовлетворенность Бесконечной Без Без вот этих Привязок Наслаждаясь Просто Не почему Потому что Есть Просто Жить Единым Организмом Обмениваясь Информацией Вообще Все Это Есть Информация Да Мы Пришли Сюда За Информацией Обмениваться Информацией Наслаждаться Этой Информацией Узнавать Получать Опыт И так Далее Вот Но Не Просто Гнаться Бессмысленно Не Понимая Даже Зачем Вот Задаешь Вопрос Нафига Тебе То Нафига Тебе Вот Это Нафига Многие Даже Не Понимают Ну Чтобы Жить Радоваться Чтобы Жить Ты Сейчас Уже Живешь Чтобы Радоваться Это Чувство Радости От Процесса Какого-то Творчества Перехода С одного Мига На другой Миг Все Это Никак Не связано С деньгами Блин Мужиками Вообще Радость Не лежит Ни в одной Привязке Которую Вообще Говорите Любовь Не лежит Да Вообще Даже В чувствах Которые Вы будете Испытывать К собаке К Мужчине К ребенку К женщине К дереву Не важно Она лежит Внутри Вас И она Никак Не связана С привязками Как сказать Вот этой Химии С которой Вы пытаетесь Эту любовь Ассоциировать И так далее Если вы разберетесь С этим Блин Вообще Ваша жизнь Поменяется Вы не к тому Стремитесь Не к тому Бежите Вы приходите И говорите Я хочу решить Проблему Окей Решить проблему В голове Окей Решить Проблемы С долгом С здоровьем Нет Идите нафиг Вообще Мне не интересно Даже с вами Разговаривать Ни за какие Ковришки Я сейчас Опять Мне перечислили Через менеджеров Деньги Консультация Что мне стоит Не консультация А полноценная Долгая Долгая Работа 120 тысяч Рублей Это очень дешево По сравнению С тем Сколько времени И месяцев Мы тратим На сейчас Индивидуальную работу Я вернула Деньги Трем В прошлом Месяце Двум Человек Блин 120 на 3 Что это будет 360 тысяч Рублей Просто обратно Переверла И сказала Мне нахер Твои деньги Не нужны Да Я нуждаюсь Сейчас в деньгах Мне срочно Нужно платить За учебу Будущую Мою Накопить Деньги Но я не хочу Работать Потому что Ты хочешь Закрыть Свои долги А ты хочешь Решить Свою Проблему И вылечиться От чего-то Я не хочу С тобой Работать Потому что Тебе выгодно Болеть Ты сам Как творец Сотворил Эту болезнь Причина В тебе Только ты Собственноручно Своими мозгами Руками Ее сотворил И ты не хочешь Чтобы эта болезнь Проходила Потому что Как только ты захочешь Душа захочет Чтобы она прошла Ее не будет Ты утром проснешься Ее не будет Но ты ее сотворил Потому что Она тебе нужна Эта болезнь И тебе эти долги Нужны Поэтому решать Вот это внешнее Смысла нет И когда вы это поймете Вы просто охренеете Что любовь Не за вашими достижениями Радость Не за вашими достижениями Там Ваши возможности Все Они Внутри вас Вообще В другой плоскости Лежат Так Все Уйду От вас Быстрее Пойду английский учить Все Пока Люблю Обнимаю Целую Давайте Любви Вам всем Вот такой Классный